Снимай дорогу и дом покажи. Вот сегодня 25 августа. Мы находимся у Густиных, Владимира и Валентины. Валентина, это сестра Игнатий Тихонович. Я уже сказал. 25 августа, да? Ага. И мы пришли к моей сестре Валентина Тихоновна. Валентина Тихоновна, Лапкин-Лустинова. Я весной посадила все арбузы. Высадила. И один у меня вот в этом стаканчике вот здесь, ну, томится. Просто вон. Я думаю, ну что издеваться. Вышла вот так, думаю, куда бы его забросить-то. Что издеваться-то. О, тут грядка. Лук растет. И вот тут вот взяла я его и воткнула. Думает, да ну тебя. Посмотри. Вот чтобы понятно было, какой он большой. Я рядом, рядом с ним. Посмотри. Моя голова. Вот так же. И я сегодня думаю, благословлю его вам. Почему? Да потому что он все равно на плете он один. Видишь? Вот один. А как вы узнаете, спелый он, не спелый? Вот у нас тоже большой арбуз. Как узнать, что он спелый? А мы вот так вот, когда на бахчах воровали, вот так вот и подходили. Нет, не спелый. Не спелый. Не спелый. Он не хрустит. Смотри, я побила. Все. Как-то маленько не нравится. Вот понятно? Так что лучше подождать. Лучше подождать. А то что у вас теплится тут? Ну, это уже все. Все уже. А что тут все-то? Можно посмотреть? Да ничего уже нет. А это что? Ну, рви. Можно сорвать? Да, пожалуйста. Хоть все рви. Сколько хочешь. Попробовать. Не, ну, это арбуз просто удивление. Я как увидела. А вот первый дом, который потерялся, это был. Ну, вначале плодородные земли эти пришибольдезера спихнули. А потом начали копать пруд делать. Ну, просто делай, а глина-то высоко. А матушка кто-то щелкал тыквенные семечки. Ты, видимо, шелухой-то бросил. А она вышла из тазика плеснула. А осенью вот такими тыквами есть бугор усеянный. Не надо. Вот такое чудо. А это что у тебя? Ну, я взяла вот такую шишечку одну. Посадила. А ну, видишь, что? И вот он цвел. Вот весь. Кактус какой-то. А я для эксперимента высадила. А это что за растение? Какая-то клещевина. И арбузы некуда было мне их выбросить, жалко. Я их подошла и вот здесь насовала. Вот, видишь? Ну, тут мелкие, потому что на одной плете два-три. А там он, видать, один. Вот. Не знала, куда. А мне все вопросы задают. А почему у вас арбузы здесь? Ну, я не знала, куда их выкинуть. Зови сюда. Молодя, ты далеко не уходи. Подойди сюда. Я вообще, да, личный разговор хотел продолжить. При Павле я не хотел сказать, потому что он не слушает. Бросать, держимся. Батюшка устал? Мы рядышком. Да, да, да. Ты знаешь, что без скорби человеку не спастись. Ты слышал такое? Без чего? Без скорби. Конечно. Без скорби, без поношения, без всего. Что в интернете пишут? У них, говорят, патриарей. Но его не слышно и не видно. Он всем хороший. Теперь я напоминаю, Сахарова приезжал на Матес Кирилл. Ну, хороший он. Игумен. У него патриарх, там Алексей, Павел VI. Там это какой, сербский. Сам везде едет. Два высших образования. Там у него все. И он всю службу ведет по-старообрядчески. Одеты по-старообрядчески. Все стоят с лестовками. Но они не единоверцы, а прямо патриархийные. И где бы он не был, куда ездить по стране, везде служат по-старообрядчески. И он первый из так называемых неканьянских, который получил какую-то, я не знаю, грамоту или что от митрополита старообрядческого корнилия. За защиту у старообрядчества. Куда-то они приехали к старообрядцам. А старообрядцы закрылись и не вышли навстречу. Но увидели, говорит, они, что когда отъехали, они, говорит, вышли, где мы стояли автобусом. Он хотел показать, какой храм у старообрядцев. Какие они люди хорошие. А они вышли, плевались и крестили то место, где ни коня не были. А эти-то разобиделись. Он говорит, что обиделись? Наши предки гнали старообрядцев, гнобили их. Жгли. А они только нам плюнули. Разве это равнозначно? А что, говорит, меня любят, а старообрядцы гонят. Меня залезали везде. Батюшка, батюшка, руки лежат. А теперь, а теперь вот. И поэтому надо принимать все как есть. Для спасения. Второе. Мы считаем псалмы царя и пророка Давида. И вот когда Господь добавил ему скорбей, на него поднялся его сын Авессалом. И когда он убегал, в это время семей сын Геры по склону шел и кричал, уходи, кровопис. Правильно тебя Саула в дом захватил. А Авесса говорит, позволь, царь, я ему голову сниму, как будто бы рукомойник свежий. Он говорит, не надо. Это Господь допустил. Может, он презрит на это поношение и простит мне мои грехи. Его пожалейте, его. А он, когда вернулся, Давыд, и он прибежал каяться. Я виноват. Он говорит, сиди дома, не вылазь из Иерусалима. Как только за стенку выйдешь, так и умрешь. А кто это сказал? Соломон, сын, Давыда просили. Отомсти ему, отомсти. Он тебя называл какими словами. Не надо. Пускай. Бог допустил. Может быть, он презрит на это поношение брата родного. Прозрит на это. Простит мои грехи. Вот в чем дело-то. Мы должны найти аналог в Священном Писании и сказать, Бог любит всякое творение, которое покоряется Ему. И долго терпит тем, которые не покоряются. Он не понимает. Ему одно и то же говорят. Вот ты сто раз больше ущерб нанес. Нет, граблю. Он не может сейчас сказать-то. Он не понимает даже, что говорит. Почему? Потому что дьявол есть лжец. А кроме того, это 5 мая, житие святой Ирины. Когда она обратилась, дьявол кричал громко. Я руководитель всех блудников и пьяниц. Попечитель их. Еще спрашивает человека, который совершенно никакого отношения не имеет к христианской жизни. Ты пожалей, поскорби. Он таким не был. Я не принимаю даже это за скорби какие себе. Я молюсь им только всегда, Господи, привези. Да придет тебе на память его добрые дела, прошлые. Вот. Только и всего. Ну, что здесь? Я не принимаю... А ты говоришь, за что ты меня поносишь, ты даже сказал? За что поносишь? Ну, я-то это... Не себе даже. Это ему-то должно быть как-то люди, пред людьми где-то, понимаешь? Что поносит... Ничего нельзя сделать. Нельзя. Вот шел сын... Нет, это нисколько бреда-то нет. Он в пыль и бросал в Давида, уходи, уходи, кровопивец. Это надо думать, кто царь и порог Давид. И он шел по склонной горы и провожал его, и кричал, и кричал перед всем народом. Такие же люди были, которые к Давиду расположены. А Давид это понял. Быть может, Бог презрит уж не на меня, вот на это поношение. Я не буду его трогать. Господи, я терпеливо перенесу. Ну, я точно знаю, что у батюшки-то нет ни озлобления. У батюшки нет этого, это точно. Ну, просто это я говорю, Павел, ну, я уже устала. Сколько можно? Как не стыдно по деревням-то, родные братья. Ведь нас знают-то еще по тядьке, чьи мы дети. Хорошо. Знают по тядьке, чьи мы дети. Вот я за эти слова скажу. А ты знаешь, наш тядька гнал Степана, который жил здесь. Знал. Родного брата. Я все знаю. Наш Сихан Дмитриевич. Они не все время, они на время здесь, когда с тобой там, что они здесь посылают. Из-за меня. Потому что мне не разрешали к нему ходить, а дядя первый обратился, Белокрыницкая иерархия, он из Беспоповства. Я все говорю, у нас все было. Он гнал, но я в то время, он искал его убить прямо, отец-то. А я думал, как это так родного брата? Как мы можем? А дьявол это подслушал и теперь показал, может. Когда дядя Степан умер, пришли, и мамка говорит, Тихон, иди, он уже умирает. Мы его на лавку с этой, Василию уже прямо надоело. Дядя Степана, только уберем на лавку, он полежит, задышит. Его опять на кровать. И мамка пришла, и тядьке говорит, Тихон, иди, ну брат. Тядька так вот отвернулся. Ну вот, не помню, пошел он. Пошел? Пошел. Пошел, видишь, ни из-за чего совершенно. Припоминать какие-то штаны не купили, где-то дугой его там ткнуло. Но когда-то, когда-то, парвишка еще был. Дальше я не помню, там, что отец говорил, нет. Ну, дядя Степан уже просто умирал. Но отец пошел. Здесь, чтобы больше-то скорбь о нем, что душа-то, у меня больше забота, думаю, завтра сообщат, он умер. Как хоронить? И тядя говорит, Валь, как хоронить? Я сказал так, поехать. Поехать. Но она, если он ей дал наказание, никого не допускать, она скажет, а он сказал так, развернуйся и домой. Вальтер, когда умирал, он говорил, перед этим еще, когда я буду умирать, ни под каким видом ко мне не допускайте эксензов, священников. Ни под каким видом. Если даже я буду крещать, говорить, я отрекаюсь от завещания, не верьте мне. Так и получилось. Когда он увидел демона, в который тащит его душу, он кричал, допустите, и не хотел, чтобы хоронили. Его нигде не хоронят. Его посадили в кибитку и возили по всей Франции. Куда не приедет, ну, как проклятый, как Лев Толстой. Вот и все. А батюшка все время говорит, как хоронить, как поедем ехать, надо, говорит, все равно забрать надо. Забрать ты его не можешь, если он даст завещание, что его не трогать. Но я у него спросила, говорю, Павел, как тебя хоронить? Меня, говорит, сельсовет похоронит. Вот и все. То есть он не нуждается совершенно? Еще раз спроси. Я говорю, люди завещание, ты напиши на бумажке, в тетради, как, что. Меня, говорит, сельсовет похоронит. Видишь как. Он знает свои дела, вы ему это сказали. Он уже не может без этого жить. У него, видишь, что страшно. У него нет своих, допустим, покаяний никакого. Он сказал, да, я там грешен, что я вот это пьянствовал здесь. Здесь не грамма нет. Он даже на это внимание никакого не обращает. И вот в чем еще опасность. Опасность такая. Семей сын Геры покаялся перед Давидом сразу же, когда Давид возвращался. Но это ему не помогло. Покаяние это еще не помогло. На время оттянуто только кончина. Убежали два слуги. И он все забыл из Иерусалима. Вывалился, пошел за ними. Соломону сказали. Он вышел, он призвал. Ты помнишь отца? Он простил тебя, я не тронул. Я сказал, не выходи из Иерусалима. Помнишь, помнишь. Иди убей его. Воней там все. Военачальнику. И все. И поразил его мечом. И все на этом кончилось. Я ему говорила, говорю, Павел, это же ведь страшно. Ты на что надеешься-то? На что надеешься-то? Ну. Вот сегодня не случись завтра. Во-первых, ты в таких грехах находишься. Ну. Что, молчи ты все. Вот я всегда, когда такие вопросы разбираю, и как я постараюсь все проверять на молитве. Ответ один. Перейди на грань. За которой нет. Говорит, таких нет. Жертв за грех. Но некое страшное ожидание огня. Готового пожать противников. Когда они почитают, и духа благодати оскорбляют. Почитаю, почивающие на священниках. Он оскорбляет. Он поносит все уже. Всем лжецам. Все лжецы на него стекаются, он им верит. Больше он никому не верит. Вот и все. Да. У меня, говорит, это два адвоката. Там, бедач. Ну хоть три. У меня свидетели где есть. Ну, правда, этот Николай, Тарасюк помер. А этот уехал, и этот помер, правда, говорит. Кто-то еще у него один помер. Курин, поди. Умери, что-то у тебя попало. Пока до дела-то дойдет и сам помрет. Здесь хоть сто адвокатов пускай будут. Закон-то, они адвокаты не могут изменить закон? Никак. Адвокаты для того, чтобы точно по закону выиграть. Я ему в письме пишу, говорю, Павел, вот Иосиф умер, человек неверующий. Абсолютно. Так его приятно вспомнить, как не верю. Он ни с кем не ссорился. Он никого не осуждал никогда Оська. Да. Он выпил и потихоньку. Ну. Ну, а ты-то, говорю, среди этих, поносишь-то как? Стыд, позор-то какой? Да стыд-то, позор-то ему. Ну, никто же в это не верит. Вот он начинает. Так вот не верит, мне и говорят. Теперь понятно, почему он уехал отсюда. Ну, что же, непонятно. Самое интересное, интересный, какой он выход сделал. Ему не понравилось, что сектантом назвали, баптистом. А как доказать? А я знаю, баптисты не пьют. Я напился, перед советом лег. Пьяный. И сразу видно, что я православный. Баптисты-то не пьют, а меня баптистом называют. Как вы меня называете баптистом? Я же пьяный, лежу. Мощные доказательства. Ну, ладно. Батюшка, расскажи, какой сон ты видел сегодня? Это сон, это не видение, сон просто. Сон и сон, обыкновенно. А то вы сейчас начнете толковать что-нибудь. Нет, это сон просто. А сон, это, как говорится, верующий в сна, это как за своей тенью гонять. Сон вижу, что я какое-то как здание какое-то, и люди там что-то. И я туда в дверь-то сунулся. Люди стоят, как охрана вроде бы. Ничего мне не задел. Я зашел, сидит президент. Какой? Ну, наш, Путин, Владимир Владимирович. И что там рассуждает. Я в дверях стою, слушаю. Потом они встали, выходить. Он дошел до меня сразу. О, здорово, батюшка. За руку со мной поздоровался. Как будто бы мы давно-давно знакомы с ним. Сразу, как здоровье, Игнат Тихонович. Я говорю, да слава богу. Чем он занимается? Я говорю, что недели две, говорю, бьются там, говорю, на пруду. Дверь месяц, не две недели. Второй месяц бьются. Ну, ладно там. Две недели, говорю, там пруд, говорю, решили сделать пруд. Говорю, там они деревья выпиливают, все, говорю, днями там это. А, ну, хорошо это, хорошо это. Ну, в общем, это, передай ему. Как только если у них получится, говорит, это дело, то пусть как-то со мной свяжется, я обязательно приеду, говорит. То патриарх, то... Как бы объект принять. Дорогу надо делать. А, Игорь, не надо сейчас, так и говорит, не надо. Ну, ладно, ладно, все. Потом и пошли. Я-то остался здесь, говорю, они пошли, его там окружают, все, пошли. Потом он, стоп, остановился, этих... Растолкался, ко мне опять подходит. Ты знаешь, что, скажи, Игнат Тихонович, может он мне сделать, мне, чтобы вот как Коран говорит, там по-арабски и по-русски, сколько-нибудь, говорит, там страниц или глав как-то мне бы сделал, говорит, это. Я говорю, да запросто это сделает, я говорю, это труда никакого. Ну, вот, еще раз руку пожал, значит, и все. И я проснулся, я боюсь, до того вот ясно, вот, как будто бы действительно я был. Другой раз сон как-то он так, это, знаешь, туманно вроде это. А это все, до слова, как вот образ, как его, это все. Даже глаза открывать побоялся. Побоялся. Интересно такое. Ну, знаешь, у Бога всего много. Видел я как-то сон, когда я сейчас в Тюмени служил. Вот. А тогда была, это, премьер-министр Ангели Тэтчер. Маргарет Тэтчер. Маргарет Тэтчер. Она живая? Нет, умерла. Умерла. Умерла, там танцевал весь Лондон. Наконец-то оказалась в аду, тварь. Оу. Дождались. Она впала в полный маразм, не понимала, куда идет, туалет или на кухне, все потеряла. Железная леди. Людей там много погубило. Что там эти, за острова там, сколько там, из автомобиля. Ну, и я служу вроде бы. И мне говорят, там, говорит, кто-то какие-то приехали кто-то. А я здесь, на середине этого храма, смотрю, кто-то говорит, Тэтчер. Точно заходит она, я ее узнал. Она заходит. Я быстренько взял кружочек этот, как архиерею, постилай. Она к иконе подходит. Раз, и успел прям, она на меня так глянула, благосклонно вроде как, поблагодарила. Я так доволен, да надо же, успел, говорю, кружочек ей постелить. Роль Серафима выполнил. Вот че, не с той мамки-то, как говорят. Че-то, говорит, прямо, говорит, это... Не надо. Я вот это хотел сказать, чтобы припомнили бегство Давида и как он отнесся к поношению. С благодарением Богу. Может, презрит Господь на это. За собой многое знаем. Поэтому меня поносят в интернете, где только нет. Меня как только не клеймят. А он идет ровно везде, встретил архиерея, послужили, вместе ладом понюхали, свечи позажигали. И опять все хорошо, батюшка. Так нет, вот сколько при мне уже, сколько батюшка ему добра, сколько спасал, с какой любовью, ты понимаешь? Вот как не видит. Не видит, потому что награда выше. А если кто любит и любит вас, говорит, какая вам тут награда? Ну да. Мне кажется, что все это зависит от силы веры. Вот у него нет страха Божия. А если страха Божия нет, значит, это получается, ты не верующий. Или маловерующий. Вообще ты так это знаешь, вроде апеллировать можно словами, фразами, Библией и все. А фактически ничего нет. Ты только свои амбиции там или свои это самое. Как тяжело, ведь он все время поехал, ведь он сейчас едет, и у него же мысли о чем? У него же нет других связей, у него только об этом. Сейчас он едет на воразь, только представь, какая тяжесть. Я ему это сказал, Павел, у тебя нет радости, для чего ты живешь? Ты один раз отрежь, новая жизнь началась. Прости всем, Бог-то нам сколько простил. Никого, ни друзей нет, ни родных нет, ни друзей, ни родных, никого нет. Все. Я ему это все сказал. Не даже так, ну как это так жить? Прилетел маленький этот соколок, вот он все, вот он полетел. А что ты, молочи, глина-то, что ты хочешь сделать? А это, ровнять здесь, видишь, здесь как она все время уходит, уходит куда-то, опускается. Но сюда, там не сделают, где это немножко надо выровнять. Здесь вольерик урятник сделать. Ой, ладно. Это откуда у вас глина-то? А вот там же сейчас... Да вон, траншею-то роем. Траншею будем врать, вон, вернее, роем. А куда траншею-то? А это водопровод будет. От колодца водопровод в дом. Так вы и себе тоже проводите? А не, ага. А я себе и завтра тоже. Что, копать будешь тоже траншею? Не, я вот в это самое... Я туда не возят, сюда. Сюда в эту же траншею сейчас. А потом куда? С башеной. Ну, нам разворнять надо, у нас тут вода, чтобы повыше сделать. А-а. Ну, ладно. А вот что, это прям арбузы здесь выросли, что ли? Да. Да я их не знаю. Ты бы знал, какой для нас арбуз у Валя... Некуда садить. Один арбуз. Давай посади сюда. Один на сюрприз. Посади лечебник. Смотри, полежка, полежку. А? Кто стоит? Валя, зашли сверху. Зашли, еще, Роман. А, ну, блин, черный. Ну? А, видно, видно, и так. Видно, видно, Игнать? Кого видно? На полежке. Подожди. Да, включи там. Еще сюда. Я думаю, что я включаю туда-сюда, ничего не горит. А что так сделано? Ну, это работают они туда, на стройку. Это-то наша. Улетели все. 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 Настощатся. Два воздатка, настощатся. На ночь они прилетают. А мы переживали. На ночь прилетают. Ванны не сидят. Ванны не сидят. Ванны не сидят. Вижу, ну, как же. Смотри, напротив подойди. Поближе, подойди. Подходи ближе. Вон они. Это еще. Еще для троих. Не подходить только не надо. Иначе они ночью полетят, куда попало. Ничего, они уже привыкли. А других нет. Их должно пять быть. Четыре. 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 Одна мамка, видимо. Одна, а трое этих молочей. А у нас прям над столом в лагере. Над столом прям. У нас раз, два, три. Здесь и два под кольцом. Они не боятся, ничего. Мы думали, что не успеют. Он тут кошка легко может взять. У нас кошки нет. Я думал, у вас с медом фляга. А-а. С водой. У нас кот на кухне, главное там, там на кухне свела. Она прям над плитой. И он ночью кот там бродяще залез. Приделось бы проймать его. А вот еще порох не сломал. Да. Благодарю. С Богом. Вот они живут. Пенсионеры наши. Так это, я хотел спросить, ты не жалеешь, что переехала сюда? Да ты что? А ты? Да, надеюсь. Я тоже мне все. Свежий воздух. Все мне там. Во-первых, у нас... Довольный даже очень. Пенсии бы нам там не хватило в городе. Это однозначно. А здесь мы все-таки нам хватает. Своё еще держим. Вот и все. Достаточно. Потом свежий воздух. Все-таки, ну, как говоришь, сами себе хозяева тоже, можно сказать. Добрый вечер, Надя. А Павел-то приехал уже дома? Еще нету. Ничего. Ну, должен подъехать, наверное, уже скоро. Так он уехал четыре часа. Четыре часа уехал. Наверное, он переживал за гужи. Нагрузил, Надя, всякого железа. Я говорю, телега не выдержит. Он говорит, да телега ничего. Надя, ну, спроси. Говорит, я загружи, переживай. Надя, ну, как приедет, ты мне скажи одно слово, ладно? Тоже как-то прям... Ну, что, приехал, не приехал? Ладно. А, да, ну, слово, я говорю, что не разговор, а так. Хоть скажи, что доехал. Ну, давай, с Богом. Лист погрузил он, все. Вот, говорит, какой упертый, а. Вот зачем это все, говорит, волокет туда? Ох, беда. Я, говорит, уже на дорогу вышла. И туда, смотрю, нигде, говорит, нету. А время-то, ого-го, полвосьмого. Только думай, что бы не сделал с тобой. Ну, смотри, какая лилия, видал, какой красивый? О-о-о, лилия белая. Видите, какая, действительно, огромная. Огромная. И по бокам было еще четыре штуки, но они уже отпали. Красные были красивые, желтые были тоже. Вот чудо божье. И Соломон так во своей славе не одевался. А тут-то куст-то какой. Вот. Зачем она его посадила? Не знаю. А вот эти вот, как пальмы растут. Тоже однолетние. Все это они. Вспоминается было-то знаменитый футболист Пеле. Не знаю. Его спрашивают в России, что больше всего вам понравилось? Он говорит, березки. А, березки. Это считается русское дерево. Ну, а что? Ну, особенно в Сибири смотрится прям много. Белым стволом только три дерева всего на свете. Секвой и еще какой-то там. Береза. На что только она не угодно. И веник, и сок. Ну, ладно. Да, я ехал. С Богом. До завтра. До завтра опять работа.